Друзья, всем здравствуйте! Сегодня хочу поговорить с вами на очень важную тему. Если ваши соседи вас каким-то образом не замечают, и вы хотите дать о себе знать, то приобретайте новую колонку от Sven BES 720! И соседи вас никогда не забудут! Это я вам обещаю точно! Ладно, на самом деле давайте по-серьезному. Итак, сегодня на нашем обзоре вот такая вот громила от компании Sven 80 Ватт чистой мощности PS 720. Их сейчас две в продаже, PS 720 и PS 750. Цена в районе 11-12 тысяч, то есть для такого размера, на мой взгляд, она опять же-таки достаточно бюджетная. Ну что, друзья, давайте начнем! И первым делом я хотел бы посмотреть на ее комплектацию. Конечно же, у нас идет пульт управления, который шел во всех практически колонках. Пультик стандартный, ничего нового. Естественно, две фирменные батарейки от Sven. Провод. Провод для зарядки. Хочу напомнить, все параметры вы сейчас видите вот здесь вот на экране. Вот такой вот зарядник. То есть это уже USB Type-C в USB. В этом монстре встроено два аккумулятора по 4400 мАч, которого вам хватит. Неизвестно насколько, но мы все это дело протестируем. И в конце я вам обязательно скажу, насколько хватило данного аккумулятора, при каких параметрах. Ну, как сказать, естественно, точно вам никто не скажет, потому что я слушаю на одной громкости, вы слушаете на другой. Кто-то слушает радио, кто-то с помощью Bluetooth. Все это, естественно, так приблизительно. Но конкретное время я постараюсь вам назвать. Дальше идет миниджек, миниджек. Для подключения что-то снаружи. Из новинок у нас идут два вот таких вот кольца. Зачем они нужны? Все очень просто. Вот здесь вот на задней панели есть крепление. То есть если у вас есть микрофоны и вы любите петь, вы вставляете сюда просто два микрофона и подключаете, естественно, их к колонке. Да-да-да, можно уже подключить два микрофона. Дальше у нас идет инструкция. В вашем распоряжении четыре динамика, два по 32 мм и два по 145 мм, общей мощностью 80 Вт. Что у нас по управлению? Два входа для микрофона, регулируется громкость микрофонов, эхо на микрофоны, AUX, карта памяти, microSD, можно проигрывать музыку, USB, можно проигрывать музыку, зарядка, USB Type-C, вкл, выкл колонки, общая громкость, причем общая громкость она фиксируется, то есть вы можете на ощупь понять максимальная, минимальная. На экране пока ничего не показывается. Кнопка Mode, кнопка Light, мод переключения режима, Bluetooth, AUX, радио линейный. Очень просто. Радио работает, естественно, без антенн. Все настраивается. Нажимаете автоскан, держите, он сканирует все станции и этими кнопками вы переключаетесь. Дальше эквалайзер, кнопка приоритет микрофона, приглушение общего звука при наличии микрофона. Итак, сейчас подключен микрофон, играет музыка, нажимаю кнопку приоритет микрофона и, как вы видите, музыка затихает. Музыка затихает и вы слышите только свой замечательный голос. Если вас это устраивает, нажимайте данную кнопку. Если нет, забейте на это и слушайте отличную музыку. ТВС, то есть вы можете подключить такую же вторую колонку. Эквалайзеры, эквалайзеры высокие, низкие частоты. Другого изменения, к сожалению, нет. Все очень и очень просто по управлению. То же самое можно все сделать на пульте управления, но по большому счету я не вижу смысла занимать больше про управление, потому что, ну, реально все очень просто. Вы можете управлять телефоном с помощью Bluetooth, то есть каких-то проблем у вас возникнуть не должно. Вот здесь вот даже есть наклейка, то есть если у вас вдруг плохо ловит радио, тот шнур, который дается для AUX, Jack-Jack, вы можете подключить сюда, он будет служить антенной. Но, честно говоря, вот у меня дома в комнате радио работает отлично, без всяких проблем и помех ловит практически все. То есть никаких проблем в этом нет. Минус экрана, сразу говорю, как на всех колонках не показывает заряд батареи. На мой взгляд это минус, но по большому счету в принципе можно все, что нужно понять. Какой вариант сейчас включен, Line, Bluetooth, то-се. Тут вот находится инфракрасный приемник, то есть для приема пульта управления. Ну что, поехали, тест. Звук где-то на 20%. 50%. Сейчас поставлю что-нибудь лишнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу обратить ваше внимание, что на 100% громкости динамики не забиваются. Хотя сейчас включены высокие плюс два и бас плюс два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, снизу данной колонки находятся четыре ножки, что по большому счету не дает ей прыгать по столу, так как ее вес, то есть это 5,2 килограмма. С одной стороны, это не так мало, потому что прошлые колонки, которые были на моих обзорах, они гораздо легче по сравнению с этой. Но с другой стороны, когда ты смотришь на эту бандуру, тебе не кажется, что она весит 5,2 килограмма. То есть, если сопоставить ее размер, внешний вид, как бы такой грандиозный, да, ее вес, то она, можно сказать, легкая. Дальше. Что могу сказать по поводу проигрывания по времени? Проиграла она у меня где-то в районе от 8 до 10 часов. То есть, вот такой промежуток, я бы сказал. То есть, ну, все зависит, естественно, от того, как вы ее будете использовать на морозе. Естественно, проиграет гораздо меньше, потому что батарейки будут разряжаться. Как вам там, мне поступали звонки, да, я пока разговаривал, еще что-то потом опять подключал. В общем, в принципе, мне ее хватило на весь день выше крыши. Что еще могу сказать из минусов? Корпус, ну, не очень такой приятный в плане пластика, но с другой стороны, внешне она выглядит отлично. Если вы возьмете домой две такие колонки, то мне кажется, это будет прям вообще зашибись, и у вас будет огромная дискотека. Лично мне по качеству, например, баса больше понравился Sven 930. Вы можете тоже увидеть на моем обзоре. Вот именно по, так сказать, вот по самому звучанию баса. Тут тоже все отлично. А плюс огромный то, что на максималке она не забивает ничего, нет вот этого трещания, пищания, даже намека на это нет. Даже если вы чуть-чуть прибавите бас, то есть низкие частоты в эквалайзере, то же самое, она не выплевывает динамики, все отлично, все здорово. По крайней мере, на моем телефоне проблем не было. Дальше, какие еще плюсы и минусы? Что касается пения, ну, как бы я этим никогда не пользовался, и радоваться этому или не радоваться я не знаю, поэтому я оставлю это как бы для вас решать. Лично мне это вообще нафиг не нужно, поэтому, то есть мне хватает, допустим, тока телефона и входа AUX. Ну, карта памяти, да, возможно, там, я не знаю, ребенку на день рождения записал что-то на карту памяти, вставил, а вот она по кругу крутится, чтобы твой телефон, ну, если тебе надо позвонить, лично я пользуюсь там Spotify, либо Яндекс.Музыка, еще чем-то. Ну, подключили и поехали. Так что, друзья, с этим я вам уже не подскажу. Что касается самой колонки, я и полностью удоволен. То есть в категории от, там, допустим, от 10 до 15 тысяч, она офигенная. Если там брать, естественно, колонки за 40, за 50 тысяч, естественно, она гораздо хуже. Звук средний, хороший, я бы даже сказал. То есть, ну, по большому счету, все устраивает, все вроде нормально. Какого-то прям там вау-эффекта нет. Например, предыдущая, да, мне понравилась именно по дизайну. Там был реально вау-эффект, когда я поставил на стол. Она такая классная была. Так что, смотрите сами. Выбирать вам ее, покупать, не покупать, да. Смотрите в магазинах, где дешевле. Цены сейчас, сами понимаете, за доллары разные. Так что, будьте внимательны, смотрите распродажи. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Это очень важно для меня. И вы будете знать, по крайней мере, что выходит. И плюс вы можете мне написать, чувак, ой, у тебя там скоро обзор такой-то. Сделай, пожалуйста, то-то, 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 то-то. Мы будем тебе благодарны. Ну, и мне будет приятно вам сделать что-то хорошее. С вами был, как всегда, я, Макс. С вами был вот этот монстр PS720 от компании Sven. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok